К сожалению, еще не все горожане имеют возможность пользоваться природным газом. Например, жильцы одного из общежитий Уральска до сих пор используют газовые баллоны, которые, конечно, представляют опасность. Трагические события уже случались. Одно из последних произошло 30 января в Карагандинской области, где 12-квартирном жилом доме прогремел взрыв такого баллона. Тему продолжит наш корреспондент. Анастасия Федотова живет в комнате общежития по адресу улица Хиоас-Доспанова, 58. В ней тепло и уютно. Не хватает только природного газа. Девушка, как и многие другие, пользуется электрической плиткой. Дорого, но деваться некуда. Готовим на электроплитке чайник тоже электрический. Бывало, что у нас сгорел щиток. Мы три недели сидели без света. То есть не готовить нельзя было, ни чай попить. То есть электронагреватель тоже стоит. И помыться тоже нельзя было. Тут довольно проблематично. Плитка мотает достаточно много киловатт. И с природным газом было бы намного дешевле, конечно, и удобнее. Наверное, здесь есть еще соседи, которые пользуются баллоном? Есть. Есть соседи, которые пользуются баллоном. Там против меня живут. Это опасно? Это опасно, да. Я боюсь, мне страшно. Я тоже думала об этом, но после того, как рвануло кафе, я даже перестала об этом думать. Другого выхода нет, говорят жильцы. Вариантов всего два – рисковать жизнями и пользоваться баллонами, либо установить плитку и переплачивать за электричество. Вчера, по-моему, или позавчера показывали по телевизору, где-то в Караганде, что ли, или все. Вот. Так что я против этого. Лично я. Я тоже мог себе домой занести газовый баллон поставить, чтобы никто не видел. Ну, где гарантия, что я ушел на работу, я один живу. Уйду на работу, хоть я отключу, где, может быть, там, заводской брак. Правильно? Ну, возможно же. Стоит отметить, что природный газ к этому общежитию подведен, но пуск пока не произвели. В КАС «Трансгазайма» говорят, жителям нужно быть активнее. Если они хотят подключиться к голубому топливу, необходимо создать потребительский кооператив, затем подать заявку. Только есть одно «но». Обязательным условием является наличие помещений в квартирах, в этих вот домовладениях, в которых вообще возможно, согласно требованию по безопасности объектов системы газоснабжения, располагать эти приборы. Это должны быть кухни, то есть целевое назначение. Это должно быть отдельное помещение кухни. У него целевое назначение должно быть как кухня. И там ряд требований, технических требований к объёму помещения, к высоте, то есть наличие вентиляции, естественное освещение. Если такого помещения нет, то расположение в жилой комнате, газовый прибор располагать нельзя. Если каждый из жильцов не может себе в комнату поставить газовую плиту, тогда нужно переделать общее помещение, чтобы соответствовало всем требованиям. А пока жителям этого дома важно помнить, что в зданиях выше двух этажей запрещено использовать газовые баллоны. За это предусмотрен штраф в размере почти 26 тысяч тенге. Ответственные лица будут контролировать этот вопрос. Мы пойдём со специальной комиссией, посмотрим, если в каких-то домах есть возможность провести газ, мы дадим соответствующие рекомендации. В настоящее время все общежития приватизированы. Это не государственная собственность. Так что я думаю, что здесь должно быть принято правильное решение. Жителям тех домов, которые не имеют возможности пользоваться природным газом, должны понимать, что создают опасность не только для себя, но и для окружающих. Ведь никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Олег Великий, Адельбек Исаков, Алихан Исказиев, Акжай, Какпарат.